итак у нас на ремонте стиральная машинка hotpoint ariston модель arsl100 на 5 килограмм значит хозяйка говорит что стирает но останавливается и не стирает дальше и когда привезли уже говорит что и нет не открывается у нее есть и когда нажимаешь то открыть можно значит конечно начинать нужно с замка замок точно неисправен поэтому начнем с него ну а там будем смотреть что дальше потому что начать нужно или вручную включить замок или и ну и смотреть как она дальше будет работать может быть глючит замок и не срабатывает сигнал от от самого замка кстати тут это наверно не этот посмотрим но в любом случае откручиваем здесь два винта откручиваем два винта на крышки пока привезли в машине натали упала отломали крышку но сзади два винта откручивается и снимается и вот там есть замок отсоединяем от фишки отсоединяем от вот этой же тяги которая механическая которая тянет и добираемся до снимаем замок и смотрим подсоединим здесь сверху и где-то заклинил что который ходит туда-сюда и нужно будет посмотреть какая проблема почему не открывается во всяком случае ну что же приступим к разборке значит он просто вот на четырех клипсах вот таких держится на защелках отпускаем подтягиваем натягиваем снимаем натягиваем снимать ну и аккуратненько пытаемся снять все не просто снимается весь механизм здесь наоборот все все остается все остается здесь так ну теперь все плохо даже не знаю сейчас разберусь как все было так я собрал все на место вот таким образом это должно стоять здесь есть вот такая деталька которая является вот это деталь которая туда-сюда ходит толкает ее электромагнит и она поворачивает этот шток и язычок то прячется то выходит то прячется то выходит честно говоря не знаю зачем такая сложность зачем усложнять ситуацию но уже есть то что есть значит что он замыкает этот контакт необходимо контакт почистить возьмем сейчас снимем верхний контакт если получится и или вот просто мы отвели и теперь есть возможность пилочкой для ногтей там почистить если там проблема сейчас я на свет мне кажется что особенной проблемы нет но почистить нужно и ставим на место собираем ставим на место включаем розетку и смотрим если она закрывается хорошо только можно поставить не полностью а просто сюда поставить фишку и розетку замыкаться оно должно при вот таком положении не вот это свободное положение потом когда сюда вставляется защелка от дверки она становится вот так вот смотрите видите здесь окошко закрыто туда будет выстреливать вот этот вот этот порожек он но шток он то опускается то поднимается так вот он туда должен войти но там его держит белую белая пластина когда мы задвигаем видите она убирается и туда влазит тогда шток чик и зафик и фиксирует эту пластину она не может вернуться назад чтобы открыть дверку потом когда все нормально сработало этот шток получается электромагнит должен повернуть его в положении когда он утопится и тогда дверка откроется почему этого не происходит не знаю но сейчас мы возможно тут контактами но если контакта нет она тогда пищит что дверь не закрыта поэтому посмотрим чего-то нужно начать чистим контакт я предпочитаю чистить контакт а не покупать новую деталь причина ну во первых если он рабочие только контакт то зачем во вторых я если я куплю покупаю новую деталь она будет с контактами медными здесь серебряный контакт не просто посеребряный прямо серебряный контакт поэтому он намного дольше будет работать оригинал чем если вы поставите какой-нибудь заменитель китайский поэтому ну если оригинал конечно имя то есть не то что написано оригинал а если он оригинал оригинал ну как вы это проверите не разобрал серебряный там контакт или нет зачищаем над фельдком и собираем вот в таком состоянии защелкиваем и идем пробовать на машинку стираем и так я решил проверить чем закончился вопрос именно с замком сейчас вечер освещение искусственное уж простите значит вот он открыто подаю питание выставляю какую-то там программу хлопок и включаю чик замок закрылся я не могу открыть и включается клапан воды нет я не подключал еще воду но клапан воды загудел значит нажимаю на паузу слышно что замок сработал электромагнитный моторчик и я могу открыть эту проблему мы решили если остальные проблемы еще не знаю но это уже решить смогли попробуем сейчас какую-нибудь операцию провести например полоскание сработает ли он до конца ну просто он короткий длинный я не готов сейчас делать но короткий короткую функцию я попробую выполнить и посмотрю чем все закончится ну что же все пока отрабатывает налила прополоскала сейчас выжимает слышите ли вы звук такой барабан в каком-то месте я думаю что это барабан в каком-то месте задевает за бак это значит что его уже повело скривило может быть видите что здесь барабан немножко туда-сюда дергается я думаю что это дефект уже крестовины она окислилась хотя машинка не старая не такая уже старая и я думаю что скоро этому придет конец она или про прочухает бак насквозь вот так и так я подключил в середине после того как я остановил перестал срабатывать замок вообще перестал срабатывать таким образом но вот я сейчас включаю его держу он походил походил и выдает ошибку но я проверяю там точно контакт замкнулся проверил несколько раз контакт замкнулся на каждые через каждые 3 3 движения контакт замыкается не 2 раза замыкается один раз размыкается вот так через каждое три движения он размыкается а ему нужно чтобы он замкнулся ну вот какая-то такая ситуация я сейчас проверю эти провода до блока управления видит ли он что контакты замыкаются доходит ли это до блока управления блок управления нужно снять заднюю крышку немножко темно значит по периметру открываем крышка снимается теперь что нужно нужно здесь такая пластиковая крышечка и снимаем и один винт под шестиграни откручиваем винт и видите здесь есть такие пазы нужно эту плату поднимать вверх и она туда выходит и с проводами вытягиваем ее сюда в окно то есть еще один винт поднимаем и толкаем и все и плата у нас в руках прозвоним провода и посмотрим доходит ли сюда все ли нормально с контактами с разъемом вода попадать может потому что здесь в двух местах порван эта резинка вверху вот здесь в двух местах порвана влага в принципе сюда по я сталкивался что если вдруг вода в другом месте протекает то капала прямо на плату управления сейчас вытаскиваем плату и смотрим провода там в середине отсоединить от вот этих фиксаторов то плата вытаскивается прямо сюда что необходимо сделать сейчас я отсоединю разъемы не перепутайте не подходит один разъем в другой все на замках поэтому как есть снимайте тут есть небольшой фиксатор отжимаете снимаете и несем на свет сначала я прозвоню вот разъем с тремя контакт с тремя проводами 2 коричневых и красный я прозвоню доходит ли сюда а потом посмотрю на схеме все ли со схемы порядке может быть контакт или резистор первые какие-то элементы первые от этого контакта нарушены сейчас будем так при подробном рассмотрении платы управления было определено что все-таки сигнал возвращается тут там получается что 220 платы и он возвращается а потом по плате видно что этот же сигнал идет на электродвигатель начал проверять электродвигатель а у щетки полностью сточены снял щетки то есть смотрите оказывается что вот ошибка которая показывает что не работает замок она еще и может быть связана с щеткой электродвигателя щетки полностью полностью сработаны я заказал поменяю и стиральная машинка будет работать все уже поставил на место получается в нашем случае мы почистили контакт на замке замена щеток и стиральная машинка будет считаться отремонтированной скорее всего поэтому повторяйте сейчас она в таком лежачем положении я ее соберу и уже скорее всего работать будет поэтому подписывайтесь на канал думаю что уже не буду снимать дальше всего доброго проблема решена